Музыка Очередное заседание правительства состоялось в Республике Башкортостан 2 декабря. Снова председательствовали двое Хабиров и Назаров. Все меньше становится понятна роль двоевластия в правительстве, все меньше становится функция самого Андрея Геннадьевича Назарова. В этот раз ему вообще удалось поучаствовать в заседании всего лишь один раз, я имею в виду единожды подать голос, задать какой-то вопрос. Все остальное время оперативного заседания Назаров просидел просто рядом с Хабировым. В общем, конечно, эта загадка все больше и больше занимает умы тех, кто пытается постигнуть логику вот этого назначения. Ну, будем посмотреть. Возможно, что функция Назарова находится где-то вне поля нашего зрения. Может быть, он активно принимает участие в строительстве нового правительства, но мы просто пока этого не замечаем. Будем надеяться, что какой-то важный, серьезный смысл во всем этом есть. Во вступительном слове Хабиров охарактеризовал прошедшую неделю как очень бурную и насыщенную. Отметил, что большое количество федеральных министров, чиновников, руководителей госкорпораций прибыли в Башкирию, провели здесь плодотворную работу. В общем, нанесли очень много пользы. Отдельно Хабиров отметил то, что министр здравоохранения Вероника Скворцова осталась в восторге от того, как устроено здравоохранение в Республике Башкортостан. Судя по последним событиям в России, в этой отрасли, видимо, тот регион, где врачи в полном составе не увольняются из больницы, уже можно считать успешным. Хотя не знаю, по каким критериям госпожа Скворцова так высоко оценила Минздрав в Республике. Но, тем не менее, Хабиров упомянул об этих визитах, о важности, о плодотворности этих визитов. Но посмотрим, насколько в реальности все это может отразиться на жизни Республики. Наверное, это не очень быстрый процесс. Первым вопросом, естественно, традиционно на этой оперативке был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Традиционно трое выступающих. И первым, конечно же, был Борис Владимирович Беляев, который сообщил нам, помимо того, что в Багдаде все, безусловно, спокойно, еще зачем-то зачитал нам метеосводку по Республике Башкортостан, сообщив, что морозы у нас ожидаются от минус 13 до минус 25. Слушая господина Беляева, докладывающего метеосводку, мне в голову пришел старый анекдот о том, как рыбак спрашивает русалку, холодно ли вода в море, на что русалка возмутилась и сказала ему, что я тебе женщина, а не какой-нибудь термометр. Вообще-то Беляев, действительно, играя роль термометра и метеостанции в правительстве Республики Башкортостан, обходится нам очень дорого, на самом деле, содержание одного вот такого грандиозного вице-премьера обходится нам примерно в 30 тысяч рублей в день, и использовать столь дорогостоящего сотрудника для зачитывания метеосводки, на мой взгляд, просто нецелесообразно. Вторым выступающим, естественно, был Тимур Рафисович Мухаммедьянов, который сообщил нам, что в Республике неуклонно растет аварийность на дорогах, плюс 11 ДТП по сравнению с прошлым периодом случилось на этой неделе, плюс трое погибших к статистике прошлого года в подобную неделю случилось в Башкирии. Судя по всему, статистика ДТП и смертности на дорогах стремительно догоняет показатель прошлого года, и, наверное, как я и предсказывал, доложить в конце года Владимиру Владимировичу Путину о рекордном снижении смертности на дорогах Республики Башкортостан не получится. Третьим по этому первому вопросу традиционно выступал Гумеров Фарид Рифович, который зачитал нам сухо сводку погибших, пострадавших в пожарах в Республике Башкортостан за неделю. Эти цифры достаточно скромные, в частности, всего за неделю в пожарах в Республике погибло трое человек. Вторым выступающим на оперативном освещении был Забелин Максим Васильевич, и он прочитал доклад о принимаемых мерах по снижению смертности от болезни кровообращения и злокачественных новообразований в Республике Башкортостан. Зацелованный Вероникой Скворцовой министра здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин зачитал весьма противоречивый доклад, в котором содержались и победы, и провалы его ведомства. В частности, Максим Васильевич сообщил нам, что ему удалось на 15% снизить смертность от болезни кровообращения. Двузначный результат в этой области, конечно, можно всегда считать феноменальным. Мало, наверное, систем здравоохранения в мире могут добиться подобного результата за столь короткий период. За 9 месяцев Максим Васильевич смог, по крайней мере, на бумаге снизить смертность от заболеваний кровообращения на целых 15%. В частности, например, смертность от болезни сердца, от ишемической болезни конкретно, он снизил на 11,3%, а смертность от инфарктов он снизил на 10%. Однако, не все так благополучно в ведомстве у Максима Васильевича. В частности, ему никак не удается снизить показатель смертности от инсультов. И на данный момент он составляет 60 человек на 100 тысяч населения, при целевом показателе 49 человек. Вот здесь в голосе у Максима Васильевича зазвучала тревога. Он сообщил, что в городе Уфе, в городе Октябрьском, а также в Стрелитамакском районе за 9 месяцев он отмечает рост смертности от инфарктов. Тем самым Максим Васильевич в определенной степени противоречит собственной информации, которую он излагал до этого, потому что в сумме Уфа, Октябрьский город и Стрелитамакский район это вместе примерно 40% населения республики, что, конечно, при данных о том, что там растет смертность от инфарктов, никак не дает арифметическое падение смертности по всей республике. Но, тем не менее, статистика, как известно, продажная девка империализма, можно с ней делать все, что угодно, и, судя по всему, Максим Васильевич активно этой опцией пользуется. Причинами вот этого вот ужасного, на самом деле, состояния смертности от инсультов Максим Васильевич полагает низкий уровень выявляемости заболевания, отсутствие настороженности у врачей первого звена в отношении развития инфарктов и инсультов, недостаточная доля госпитализации в первые два часа приступов и вот этих вот атак ишемических, а также атак кровоснабжения головного мозга, низкий уровень верификации диагнозов и ошибки кодирования причин смерти. Вольно или невольно, господин Забелин перечислил причиной вот этого нехорошего состояния смертности от инфарктов и инсультов в Республике Башкортостан именно низкое качество оказания медицинской помощи. Я не знаю, осознает ли Максим Васильевич то, что он сам себя же и разоблачает этим докладом, но посмотрим. При этом все. Максим Васильевич сообщает, что обеспеченность врачами-кардиологами в Республике Башкортостан выше, чем в целом по Российской Федерации. Оборудования много и более чем достаточно. В чем же дело тогда? Почему так высока смертность и почему она, по сути, на 25% выше норматива, остается непонятным. Максим Васильевич вкратце оценил ситуацию с смертностью от онкологических заболеваний в Республике. Он утверждает, что смертность от онкологических болезней у жителей Башкортостана снизилась на 6,2% за отчетные 10 месяцев. Тоже, собственно, весьма солидный результат, по крайней мере, так как он звучит. Однако Максим Васильевич отмечает, что существует незначительный риск недостижения целевых показателей по ранней диагностике и одногодичной летальности от онкологических заболеваний. Максим Васильевич полагает пресловутую кадровую недостаточность, неукомплектованность необходимым оборудованием и прочие традиционные проблемы здравоохранения Республики Башкортостан. Тут же попутно Максим Васильевич сообщил нам о рекордных сроках, в рамках которых работает медицина Башкирии. Например, срок постановки онкодиагноза, по мнению господина Забелина, в Республике составляет 21 день. И уже через 10 дней после постановки этого диагноза врачи героически приступают к лечению больных. Я очень сомневаюсь в том, что вот эти цифры правдоподобны и соответствуют действительности, однако пока не имею возможности их проверить. Возможно, кто-то из наших зрителей и подписчиков прокомментирует вот эти данные Забелина о том, что в течение 21 дня ставится онкодиагноз, а в течение 10 дней приступают к его лечению. Далее перешли к прениям, как говорится. Хабиров осторожно заметил, что смертность, к счастью, падает, а целевые показатели нужно дожимать. Вообще вот это дожимать, оно, конечно, становится какой-то универсальной панацеей от решения всех нерешенных проблем в Республике. Не знаю, что на самом деле вкладывает в этот термин господин Хабиров. Наверное, какое-то силовое воздействие на ситуацию. А возможно, нужно дожимать статистику. После ремарки Хабирова в первый и в последний раз на этом оперативном совещании подал голос Андрей Геннадьевич Назаров. Он вставил реплику о том, что неплохо бы в Башкирии ввести экспресс-исследование по кардиологическому состоянию жителей Республики. Он вспомнил о том, как замечательно этот процесс идет в Москве. Что в Москве за лето удалось обследовать 300 тысяч человек на выездных системах диагностирования. Забелин что-то такое там пробромотал про то, что да-да-да, мы работаем, там какая-то телемедицина у него в перспективе. И вообще все это нужно сертифицировать и лицензировать. На этом, собственно, странный доклад Забелина был закончен и осталось непонятным, принят он Хабировым или нет. Третьим, и, пожалуй, что самым важным, самым длинным по обсуждению и докладу вопросам на оперативном совещании был вопрос о систематизации и повышении качества регулярных пассажирских перевозок общественного транспорта в Республике Башкортостан. Безусловно, глобальный вопрос. Докладчиком, конечно же, был Тимур Махметьянов. Свой доклад он построил на структуре доказывания неочевидных вещей. Во-первых, в строках Тимур Махметьянов объяснил пять задач. Я их называю «пять задач Мухаметьянова». Это задачи всей транспортной реформы, о которой так много и давно говорится в Республике Башкортостан. Первая задача – исключение нелегальных перевозчиков. Вторая – обновление подвижного состава всех транспортных средств и оформление их в едином стиле. Третья задача – внедрение безналичной оплаты проезда. Четвертая задача – корректировка маршрутной сети. Пятая задача – разработка стандарта организации пассажирских перевозок. К слову сказать, Тимур Махметьянов не обмолвился о двух из пяти поставленных задачах в своем докладе. Я не знаю, почему. В конце обсуждения этого доклада мы попытаемся это понять. Начнем по порядку. Первое, что сделал господин Махметьянов, это заявил, что в Уфе больше нелегальных перевозчиков нет. Вот нет от слова совсем. За отчетный период составлено 62 163 административных протокола о нарушениях в области транспортных перевозок. Арестовано 187 автобусов, из них 51 автобус в Уфе. И исключено из транспортного оборота 1400 автобусов малого класса. Это те самые ржавые пазики, пазики с газовыми ушами на крышах и так далее. В общем, внимание, это цифра важная. 1400 автобусов исключены из оборота. На смену им появилось только 527 автобусов, которые закуплены или будут закупаться для Баш-Автотранса. Количество автобусов, которые закупили частники, ничтожно мало. Всего 63 автобуса марки Vector Next Горьковского автозавода были закуплены частниками. То есть, исключив 1400 мелких автобусов из оборота транспортной системы, вернулись в этот оборот менее 600. То есть, больше половины автобусов исчезло. Я имею в виду соотношение 1400 и 590, которые были закуплены. Конечно, это немного. Это мало и это плохо. То есть, очевидно, ощущается на улицах недостаток единиц автобусов. На некоторых маршрутах их вообще стало совсем мало и ходят они с очень большими интервалами. Однако, это нисколько не смущает господина Мухаммедьянова, потому что, судя по всему, цели и задачи у него стоят совершенно иные. Второй вопрос, важнейший вопрос, который стоит в повестке Мухаммедьянова, это безналичная оплата проезда транспортной системе республики. Вот здесь Мухаммедьянов был абсолютно непреклонен и заявил, что безналичная оплата введена везде, повсеместно и полностью. В том числе и у частных перевозчиков. Вот этот тезис, конечно же, безусловно, вызывает массу вопросов. Потому что, впоследствии, господин Мухаммедьянов сам же себя и опроверг. Но давайте по порядку. Конечно же, речь идет о карте Алга, которую с такой помпой и за такие гигантские, на самом деле, деньги. Речь идет о 700 миллионах рублей. Разработали и ввели в Республике Башкортостан. 188 тысяч карт Алга было продано за отчетный период. Много это или мало? Ну, давайте прикинем, сколько человек из 4 миллионов населения в Республике Башкортостан пользуется общественным транспортом. Ну, я думаю, что не меньше, чем 2 миллиона. Соответственно, делаем вывод, что только 10% тех, кто, в принципе, пользуется общественным транспортом, а может быть, даже и меньше, чем 20%, доверили эту функцию карте Алга. Весьма скромный результат, на самом деле, конечно. Дальше Тимур Рафисович привел очень противоречивую статистику. Он без конца путался в показаниях. То, что он говорил, категорически не совпадало с тем, что он экспонировал на слайдах. В частности, он сообщил, что за отчетный период было проведено 32,5 миллиона транзакций. Судя по всему, под термином транзакции Мухаммедьянов подразумевает факт оплаты проезда в общественном транспорте. И из этих 32,5 миллионов 5,8 миллиона – это поездки по карте Алга всего лишь навсего. 5,2 миллиона транзакций – это оплата банковскими картами. И наличными оплачено 14,2 миллионов поездок. Однако, если сложить эти цифры, мы получаем не 32,5 миллиона поездок, а всего 25,2 миллиона. Куда делись 7,3 миллиона поездок, так и остается непонятным. То ли Тимур Рафисович просто не умеет считать, то ли он запутался, то ли он намеренно вводит в нас какое-то заблуждение. Если правильно поделить одни цифры на другие, то выясняется, что каждая карта Алга принесла своим счастливым обладателям всего 28 поездок. При среднем количестве поездок 2 в день люди пользовались этой странной картой всего 14 дней. То есть каждый пользователь карты, предполагая, что одна карта на одного человека, пользовался всего 14 дней этой карточкой за истекшие 10 месяцев, что, скажем так, весьма скромненько. Мухаммедьянов при этом утверждает, что 40% оплаты проездов осуществляется наличными и уже 60% безналичными, однако его собственные цифры говорят абсолютно об обратном. На самом деле, если смотреть на цифры, которые показывает Мухаммедьянов, то 70% оплаты наличными и 30% оплаты безналичными. Тут я затрудняюсь вообще сказать, в чем здесь дело. Тимур Рафисович внешне производит впечатление грамотного человека, однако те данные, которые он нам выдает на экран и произносит с трибуны, абсолютно противоречат и арифметике, и логике, ну и, собственно, противоречат сами себе внутри. Опять же, еще одна цифра. Мухаммедьянов заявляет, что 23% от общего количества транзакций было оплачено картой Алга. Однако, сам же он показывает цифру, что 5,8 миллионов поездок по карте Алга из 32,5 миллионов. Это, уважаемые мои, всего 17%, даже если быть совсем точными. В общем, конечно, ужасно все плохо у Мухаммедьянова с арифметикой. Не знаю, кто готовил ему этот доклад, читал ли он его перед тем, как зачитать радио Фаритовичу. Не знаю, стыдно ли ему за то, что он, ну, так вот, ну, если не врет, то вводит в заблуждение руководство республики, я не знаю. Дальше Мухаммедьянов заговорил о стандарте часового тарифа по карте Алга, что, дескать, на автобусах этот часовой тариф составляет 20 рублей, на электротранспорте 18 рублей, а на электричках в черте города тоже 18 рублей. И я тут себе позволю отметить одну вещь. Именно вот это навязывание вот этого тарифа 20 и 18 рублей вызывает столь массированный отказ от пользования этой карты со стороны частных перевозчиков. На самом деле, загоняя их в кабалу вот столь низких цен за перевозку, руководство транспортной отрасли республики ставит их на грань выживания, либо провоцирует, на самом деле, отказ от участия в этой, безусловно, полезной программе введения безналичного расчета за проезд в общественном транспорте. Я понимаю, что Госконтрансу глубоко безразлична судьба Башавтотранса, который тоже, находясь на грани рентабельности, на самом деле не сможет полноценно работать. А вот уж судьба частных перевозчиков, конечно, Тимура Мухаммедьянова волнует в самую последнюю очередь. Одновременно со всем этим, со всем этим как бы успехом, который построен на абсолютно, на мой взгляд, лукавых цифрах, если не сказать покрепче, тут же Мухаммедьянов признается в том, что 53% перевозчиков не дают пассажирам возможности безналичной оплаты. Я не понимаю, как это сочетается с тем, что Мухаммедьянов нам, значит, доложил о том, что везде повсеместно введена безналичная оплата, и при этом более половины перевозчиков эту безналичную оплату просто-напросто игнорируют. 1537 терминалов, установленных в автобусах из 2876 не работают. То есть больше половины этих терминалов просто выключены. Тимур Рафисович высказал надежду на то, что в скором времени, буквально через полгода, по законам Российской Федерации, будет обязательно использование контрольно-кассовых аппаратов в автобусах, и это, возможно, подхлестнет вот эту вот безналичную оплату, а также он почему-то надеется на то, что будут повышены штрафы в отношении пассажиров, которые ездят без билетов. Ну, это спорная история, к ней мы еще перейдем чуть попозже. Примечательно, что Тимур Рафисович обошел стороной вопрос брендирования автотранспорта в области пассажирских перевозок, и абсолютно никак не обмолвался о том, каким образом он собирается менять маршрутную схему и маршрутную сеть в республике и в Уфе, несмотря на то, что это одна из главных его задач. Я понимаю, почему Тимур Рафисович умолчал о брендировании. Дело в том, что в последнее время очень широко обсуждается вот эта фантастическая история о том, как Мухаммедьянов сначала забрендировал все автобусы Башавтотранс вот этими странными гороскопными то ли козерогами, то ли овнами синего цвета, а впоследствии потом стал проводить конкурс на разработку этого бренда, который уже был повсеместно расклеен. Напомню, что стоимость разработки сначала была 3,5 миллиона рублей, а потом снизилась до каких-то смехотворных 175 тысяч. В общем, история с этой закупкой очень-очень сомнительная. И, видимо, поэтому Тимур Рафисович решил о ней не говорить ничего. Вообще, у Мухаммедьянова много историй, о которых он старается забыть, о которых не забудем мы. Например, история знаменитого сочинского полета Хабирова компании «ЮТЕР». Напомню, эта история до сих пор еще не закрыта. Самолет был, полет был, а оплаты нет. В общем, много. Тимур Рафисович, вообще, ему свойственно замалчивать некоторые особые пикантные истории, в том числе и про самолетик, и про эту козу непонятную, нарисованную на автобусах Башавтотранса, он предпочитает помалкивать. Далее состоялись весьма примечательные прения по вопросу реформы транспортной системы Республики Башкортостан. Хабиров поинтересовался, когда же введут карательные меры по поводу обязательной установки контрольно-кассовых аппаратов в автобусах. С места начальник налоговой службы сообщил ему, что это случится к 1 июля 2020 года. Тут опять как-то встрял Сидякин. С места выкрикнул, что мы тут готовим региональный закон, и Хабиров уже даже отмахнулся от него. Реально он сказал, что подождите. Последнее время Сидякин, конечно, взял это в моду, выкрикивает с места, когда его не спрашивают, и, судя по всему, он уже начинает вызывать некоторые раздражения Хабирова. Ну да ладно. Очень оригинальную идею по модернизации взаимоотношений при оплате придумал и озвучил Рустам Рифатович Мухаммедов. Он сообщил, что в рамках работы госсобрания по этому вопросу сейчас ведется обсуждение такой интересной идеи о том, что если пассажир заходит в автобус и там не работает вот эта система безналичной оплаты, то пассажиру предоставляется право бесплатного проезда. На мой взгляд, это очень оригинальная, очень остроумная идея. Наверное, она очень действенно поможет и сподвигнет водителей все-таки включать эти терминалы, потому что, условно говоря, заходит пассажир, у него не принимают карту, он едет бесплатно. Но какой резон водителю катать бесплатно пассажиров, он пускай хоть что-то получит по безналу через эти карточки. Далее Хабиров сообщил, что его очень смущает идея о том, чтобы увеличить штрафные санкции в отношении безбилетных пассажиров. Хабиров сказал, что этого делать не нужно, а сначала надо навести порядок в области транспортных перевозок. И, цитируя дорогого вождя нации, Хабиров сказал, не чешите там. Помните, да, вот это вот, не чешите, где не чешется Путин. Но вот Хабиров как-то непроизвольно скопировал, Мухаммедьянов, надо сказать, проявил некоторую настойчивость. И, буквально противоречия руководителю республики, сказал, Ради Фаридович, разрешите настоять. Но Хабиров был непреклонен и прервал его. Нет, не разрешаю, тема закрыта. То есть, Хабиров продемонстрировал то, как он действительно заботится о частных кошельках безбилетных пассажиров. И, на мой взгляд, несколько опасается продолжать вот эти карательные операции в отношении граждан. В том смысле, что там штрафовать, потому что у нас, как обычно, всегда ведь появятся перегибы на местах, начнут ловить зайцев. Потом Хабиров внезапно перешел к городским проблемам, к уфимским проблемам. Вывел на монитор Мустафина и задал вопрос, когда же состоятся конкурсы по маршрутам. Напомню, что в Уфе ситуация с торгами и конкурсными процедурами по маршрутам для пассажирского транспорта, конечно, находится в катастрофической ситуации. Мустафин косвенно это подтвердил, сообщив, что конкурсные процедуры будут проводиться в первом квартале 2020 года. Хотя, конечно, очевидно, что конкурсные процедуры на следующий год должны проводиться как минимум в конце предыдущего года. Но, судя по всему, мэрия столь увлечена постройкой дельфинариев и всяких прочих абсурдных сооружений, что абсолютно упустило из виду важность этих вопросов. Хабиров напомнил Мустафину, что мы за то, чтобы частный бизнес работал в сфере транспортных перевозок, но только на наших условиях. Весьма жестко и вот как-то так категорично Хабиров охарактеризовал то, на каких условиях он готов взаимодействовать с частными перевозчиками. Хабиров отметил, что прирост по тысяче человек в день в покупках этих карт Алгаи это очень хорошо. Но почему-то обмолился о необходимости транспортных узлов. Видимо, там какие-то внутри происходят процессы сознания, то есть не до конца озвучиваются все вопросы, а звучат только отрывки. В конце обсуждения истории с транспортной реформой заговорили об этих нелегальных перевозках на Логанах. Дело в том, что в минувшую неделю опять разбился этот Логан, который ехал где-то в районе Сиба и погибли, по-моему, 3 или 4 человека. Ситуация эта хроническая. Помнится во времена нашей недолгой дружбы с Ренатом Башировым. Я ему даже подкинул тогда эту идею с термином о капсуле смерти. То есть вот эти Логаны, они действительно капсулы смерти. Если эта машина попадает в аварию на дороге, то гибнут, как правило, все. Тем более, что набиты они как селедки в бочке. И вот смертность на одну машину, конечно, в этих Логанах, пожалуй, что самая рекордная. В общем, Хабиров поручил Баширову разобраться с этими капсулами смерти. Там какую-то межведомственную устроить комиссию, которая, как обычно, будет животворно и благотворно влиять на какую-либо проблему. Я обещал не уделять особого внимания, не тратить время наших зрителей на незначительные вопросы, которые время от времени звучат на оперативках. И вот два следующих вопроса я отнесу к этой категории и пробегусь по ним буквально чуть-чуть. Четвертым вопросом был вопрос об итогах лесокультурного периода. Сама по себе такая терминология абсолютно непонятна. Я даже как-то задумался, что такое лесокультурный период. Видимо, это исключительно профессиональная терминология. Доклад делал министр лесного хозяйства Шарафуддинов Марат Искандарович. Он сообщил о неимоверных успехах Республики Башкортостан в этой области. Он сообщил, что лесовосстановление у нас завершено с показателем 103%. То есть на 3% перевыполнен план. Восстановлено 13,2 тысячи гектаров лесов. Из них 98% это хвойные породы. А также из любопытного Марат Искандарович сообщил, что вступил в силу закон о компенсационном лесовосстановлении. Речь идет о том, что любые предприятия, которые вырубают лес в рамках строительства каких-то линейных объектов, то есть это дороги или, например, ЛЭП, или вообще какого-то использования территории вырубается лес, эти предприятия обязаны компенсировать лесопосадки ровно в том объеме, в котором они вырубают лес. И вот здесь у меня вопрос. Будет ли БСК высаживать 1800 гектаров леса, вырубку которого на прошлой неделе согласовал Россельхоз Российской Федерации для реализации проекта на горе Куштау? У меня вот прямой вопрос. Будет ли высажено вот это количество, а именно 1800 гектаров, которые башкирская содовая компания как бы собирается вырубить для того, чтобы освоить шахан Куштау? Пятым вопросом оперативки тоже был вопрос такой, прямо скажем, проходной. О реализации в 2019 году мероприятий «Стратегии развития пожарно-спасательных сил в Республике Башкортостан». Докладывал обожаемый мною гумиров Фарид Рифович. Четко и понятно сообщил Фарид Рифович о том, что Путин поставил ему задачу к 2030 году сократить смертность от пожаров в Республике Башкортостан на 25%. А смертность на водных объектах Путин повелел гумирову сократить на 18%. Для достижения этих целей Фарид Рифович добавит 1031 человека в силы пожарного спасения. У него будет 6 основных спасательных отрядов, 31 пожарное депо, 494 новых единиц пожарной техники и, естественно, его любимые пожарные извещатели, которые сотнями тысяч штук Фарид Рифович ровным слоем рассеивает по Республике Башкортостан. Также Фарид Рифович уже сообщил о том, что он практически перевыполнил задание горячо любимого руководителя страны, а именно в 2019 году, он на 35% снизил количество пожаров, на 50% снизил количество погибших на пожарах, на те же 50% Фарид Рифович снизил ущерб экономический от пожаров и погибших на воде у Фарид Рифовича тоже на 50% меньше. То есть, подытожив вот этот вот доклад, можно сказать, что Фарид Рифович, в общем-то, уже готовый кандидат в министр чрезвычайной ситуации Российской Федерации, потому что подобных фантастических результатов вряд ли кто добился вообще в России, то есть взять и махом так вот на 50% снизить все показатели, которые, собственно, были у нас в предыдущей. Завершив со скучными, неинтересными вопросами, перешли к шестому финальному вопросу оперативки, который, конечно, был самым веселым, самым таким философским и абсолютно самым пустым из всех вопросов, которые обсуждались на этой оперативке. Делал его, конечно же, Беляев Борис Владимирович, и назывался этот вопрос следующим образом. О проведении в 2020 году в Республике Башкортостан года эстетики населенных пунктов, двоеточия, газоны, тротуары, освещения, заборы. Так и не хватило ума убрать из официального названия этой программы вот это перечисление инженерных сооружений, газоны, тротуары, освещения, заборы. Оно осталось, вот это перечисление, в официальном названии программы, и немало веселит население. Свой доклад Борис Владимирович построил следующим образом. Он как бы не стал особенно заморачиваться, рассказывать о том, что будет сделано, когда и как. Он просто перечислил задачи года эстетики. И мы будем следовать его повествованию, рассуждая о каждой из этих задач в отдельности. Во-первых, в своих строках Борис Владимирович сообщил, что главной задачей является регламентирование благоустройства населенных пунктов в части эстетики. Честно говоря, мне страшно представить хотя бы в общем, что такое эстетические ценности господина Беляева. Неплохо разобравшись в его прошлом, настоящем, и понимая его будущее, меня пугает то, что господин Беляев единолично пытается распространить собственные эстетические критерии на все 4 миллиона населения Республики Башкортостан. Далее Борис Владимирович поведал следующую задачу. Расширение технического и ресурсного парка в городах Республики Башкортостан. В целом это звучит здорово и правильно. То есть любое дооснащение городов и сел в Республике можно только приветствовать. Главное, чтобы Борис Владимирович не сделал это по той же модели, как он закупил елочки. Почти по 20 миллионов рублей за каждую елочку он купил на прошедшей неделе. Купил он 6 елочек на общую сумму 115 миллионов рублей. Если вот таким образом Борис Владимирович будет дооснащать наши города, боюсь, у нас не хватит бюджета на то, чтобы всем досталось по елочке. Третьей задачей господина Беляева является привлечение максимального количества жителей, предприятий, учреждений и предпринимателей к наведению чистоты в Республике. То есть по факту всю вот эту эстетику Беляева будут обеспечивать своим бесплатным трудом по выходным несчастные бюджетники, студенты и проштрафившиеся бизнесмены, которых будут выгонять на эти субботники, подметать и убирать. Вот такова концепция Беляева. Четвертой задачей Бориса Владимировича является отработка комплексного подхода к поддержанию чистоты в городах, селах и деревнях. Складывается четкое ощущение того, что слово «чистота» для господина Беляева является основным критерием понятия эстетика. Как бы не получить что-то вроде «чистенькое, но бедненькое». Пятой задачей господин Беляев провозгласил абсолютно фундаментальную вещь, которую, наверное, еще предстоит осмыслить ведущим философским силам в Республике Башкортостан. Наверное, кафедра философии всех ведущих вузов должны сейчас все бросить и начать осмысливать то, что сказал нам Беляев. А именно, создание ценностного стереотипа поведения жителей в части соблюдения чистоты. Все то, я говорю, самой пресловутой чистоты. Но тут вообще, конечно, я в растерянности, потому что силами одного Бориса Владимировича Беляева создание ценностных стереотипов у целого общества, наверное, маловероятно. Но, тем не менее, господин Беляев возлагает на себя вот такую амбициозную задачу. Однако давно известно, что для того, чтобы было чисто, нужно подметать, а не бороться за чистоту. Но господин Беляев напрямую противоречит этому тезису. И, судя по всему, Беляев вознамерился вместо уборки улиц заниматься глубокой модификацией общественного сознания в Республике Башкортостан. Что-то мне подсказывает, конечно, что задача сия не по плечу неокрепшему разуму вице-премьера нашего правительства, однако он на себя ее возлагает. Вот это очень опасно, когда люди, полностью не обладая достаточными компетенциями, вот так вот берут и на себя возлагают подобные функции. Далее господин Беляев выдал две абсолютно феерические цитаты. То есть, я так полагаю, что это его личные умозаключения. Я их процитирую дословно. Первое соображение господина Беляева – это как раз то, что опровергает общепризнанные нормы чистоты. Он говорит, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Ну да. Далее господин Беляев, в общем-то, заговорил лозунгами и сообщил нам следующее. Я цитирую, Башкортостан должен стать регионом красоты, чистоты и порядка. Люди должны, внимание, погрузиться в чистоту, осознать ее невременный характер и принять ее как новую традицию. Вот этот вот глубочайший философский тезис, который огласил господин Беляев, конечно, наводит на очень печальные мысли. Беляев отчетливо позиционирует жителей республики как существа, которые иначе как глубоким погружением в новую традицию к чистоте не приучить. Привыкшие, по предположению господину Беляева, грязи и антисанитарии жителей республики Башкортостан должны пройти непростой путь внутреннего осознания необходимости гигиены и чистоты общественных пространств. Это вот выводы, которые напрямую следуют из-за вот этих вот страшных, чудовищных, на самом деле, по своей глупости и такой вот высокомерности заявлений господина Беляева. Ну, в общем, конечно, слава богу, на этом он перестал излагать свои концепты. Хабиров очень осторожно все это резюмировал. Он сказал, что самое главное, что министерство ЖКХ должно донести главам счетные параметры. То есть то, о чем совсем не говорил Беляев, насторожило Хабирова. Он сказал, что надо бы как-то вот главам районов и городов поставить понятные, внятные задачи, потому что, видимо, Хабирова тоже вот эти вот философские сентенции Беляева слегка обескуражили. Ну, в общем, повелел Хабиров дать более простые и понятные задачи для регионов республики Башкортостан. В этот раз о лаверды у оперативного совещания было коротеньким. Хабиров, во-первых, сообщил, что послание главы республики Башкортостан о государственном собрании у Курултаю состоится 10 декабря. И приказал Сидякину заниматься своими задачами в этой части. А также, спохватившись, Хабиров все-таки спросил Беляева, елки уже прибыли, начали их монтировать. Эта своевременность установок елок, видимо, не дает покоя Хабирову, и он не до конца доверяет вот этим вот докладам Беляева. Тем более, что в последнее время Беляев ударился в глубокую тантрическую философию. Беляев испуганно сообщил, что да, елочки прибыли, и их начали уже монтировать. На этом, собственно, совещание было закончено.